Добрый день, коллеги, спасибо огромное. Мы действительно очень рады поддерживать это мероприятие. Я в своем прородком выступлении расскажу о топливной компании, о том, что мы делаем для того, чтобы привлекать молодежь, для того, чтобы развиваться дальше, потому что мы понимаем, что без молодых специалистов, которые настроены двигаться, настроены развивать компанию, мы вряд ли что-то сможем достичь. Я думаю, что завтра мы по очереди здесь урод, по поводу уровня наших предприятий. Я знаю, что вы упустите наш строительный завод, поэтому будет теория, что называется, будет и практика. Первый слайд, пожалуйста. Коротко расскажу о топливной компании. Пульт, куда-то украли. Коротко скажу, топливная компания в этом году празднует свое 15-летие. Мы созданы 12 сентября 1996 года. Для нас в прошлом году было очень знаменательное событие, то, что было приинтересованнее, что на базе топлива ТВЭЛа, который раньше снимался дефектификацией топлива, создается топливная компания. То есть мы созданы в целях выстраивания оптимальной структуры предприятий, управления предприятиями ядерно-топливного цифра. Следующий слайд – это миссия, которую мы видим. Это обеспечить глобальное лидерство и стратегическую конкурентоспособность российской продукции и услуг на рынке ядерного топлива, его компонентам, надежности качества продукции, наши ценности, долгосрочные партнерские отношения с заказчиком, самореализация и развитие сотрудников. Стратегические цели – это достижение лидерства на номерах рынки продукции и услуг ядерно-топливного цикла. Девиз, который у нас актуальный буквально месяц назад, это ответственные инновации, потому что все инновации, которые мы производим, они должны быть ответственны и максимально учитывать жизнь города, которые находятся в наших предприятиях. Ключевые задачи, которые мы перед собой ставим, это обеспечение не менее 25% потребностей мирового рынка ядерного топлива к 2025 году, стабильное обеспечение 100% спроса в Российской Федерации на ядерное топливо, поддержка мирового атомного ренессанса, реализация энергетической стратегии России в области развития ядерно-топливного цикла, участие в разработке нового поколения ядерного топлива и производстве инновационной продукции и общепромышленного назначения. Вот вы видите, что из себя представляет топливная компания «Актуал». Это четыре основных направления. Это научно-технический блок. Наше предприятие, я думаю, будет вам интересно, если вы будете искать работу, где вам можно работать. Научно-технический блок у нас сосредоточен это в МИНМ, это в Москве. Центротех, СПБ, бюро, которое находится в Санкт-Петербурге. ННКЦ в Нижнем Новгороде. ОКП Нижний Новгород, Нижний Новгород. Потом предприятие по производству газовых центре КУ. Это точка нашей КМЗ, которая находится в Владимирской области, и ВКЦ, и Урал-Петербург. Это у нас находятся в МИНМ, в МИНМ, области. Конверсия и обогащение урана. Это четыре комбината, которые УАЭКК, это Иркутская область, УАЭКК, Свердловская область, СКК, Томская область, ВКЦ, это КМЕС, Край. И публикация топлива. У нас четыре основных предприятия. Это МЗП, которые находятся в Москве, МСЗ, которые вы завтра посетите, это Московская область, Электростали, МЗКК Новосибирск, ИЧФЦ, это вот Муртия. Вот вы видите, это структура, структура госкорпорации Росатом, и госкорпорация у нас это компания полного цикла, и вот мы на середине обозначены, какую роль здесь играем, и, собственно говоря, чем мы занимаемся. Вот, я тоже думаю, вам будет интересно, что такое топливная компания отбирала сегодня. Это 17% мирового рынка ядерного топлива для реакторов атомных станций. 76 энергетических реакторов в 15 странах мира работают на нашем топливе, 30 исследовательских реакторов в 17 странах мира тоже работают на нашем топливе. У нас приходится 45% мирового рынка по обогащению урана. Как вы видите, мы работаем в очень многих странах, и планы по увеличению наших партнеров есть существенные. Просто коротко, по нашей основной продукции, это ядерное топливо, вот оно здесь уже мало, но вы можете настоятельно получить больше информации на этот счет. Газовые центрифуги тоже на степи топливной компании можно увидеть макет газовой центрифуги. Собственно говоря, агрегат, уникальный агрегат, где происходит обогащение урана. Мы поставляем в России и зарубеж услуги по обогащению урана и конверсии. И большое направление, которое у нас существует, это продукция общепромышленного значения. Здесь, помимо сопутствующих различных производств, это сверхпроводники, различные виды проката. Обращу внимание, что у нас огромные планы по сотрудничеству. Вчера были две презентации по проекту с Роснано. Это у нас головной институт, здесь не НЕМ. Здесь есть много проектов достаточно перспективных, на которые тратятся большие деньги, поэтому, собственно говоря, это тоже можно себя применить. Это будет одно из главных направлений бизнеса компании на ближайшие перспективы. Я уже упомянул НЕМ. На базе него создается НТЦ, это научно-технический центр, который консервитирует на себе всю научную деятельность и будет доводить все научные разработки, максимально адаптировать их производство, делать так, чтобы они могли внедряться и плав нашей компании создание шниринговой компании, которая генерирует идеи. И в последнее время вы можете в следующий раз посетить НЕМ. Там много делается для развития молодых специалистов, существенно увеличена средняя заработная оплата, стимулируется привлечение молодых сотрудников, поэтому за это все будущее мы очень надеемся, что молодые специалисты все больше и больше будут туда проходить. Чем же живет сейчас компания? Это два основных направления, которые мы реализуем это повышение эффективности производства. Это происходит абсолютно на всех наших предприятиях, внедряются новые современные системы управления, основные на лучших западных образцах, которые предусматривают это снижение сдержек, внедрение новой технологии, оптимизация функциональных структур предприятий. То есть мы сейчас ведем работу по трансформации наших предприятий, которые изначально создавались для выполнения оборонного заказа и таким предприятиям, которые максимально конкурентоспособны на рынке и способны, максимально соответствуют и превосходят аналогичные зарубежные предприятия. И второе направление это рост объема по реализации продукции. То есть у нас крупный проект мы осваиваем производство ядерного топлива для реакторов завтраного дизайна и уже ведем лицензирование этого топлива. И как я говорил, у нас большое направление бизнеса это будет развитие ядерного производства, в том числе проекта Сироснано и проекты так называемые источники энергии будущего. Здесь про это сказано поподробнее. Просто подробно сейчас остановлюсь, что параллельно с ядерной продукцией, поскольку рынок достаточно ограничен и растет темными темами, которые нам нужны для того, чтобы развивать компанию и выполнять поручение Росатома по росту выручки, по росту присутствия. Мы планируем осваивать смежные рынки. Это инновационное решение для энергетики будущего. Сейчас большие работы уже начались на уровне неопров, летний неопров, поэтому здесь тоже есть возможность для того, чтобы себя перетрыгнуть. Здесь в частности накопители энергии этой работе уже ведется. В качестве нашей продукции никогда на нашу вред не помогало нареканий. Мы работаем по совершенствованию. Экологическая политика тоже для нас один из приоритетов. Росатома это первая компания, которая выпила ядерную остановку до состояния зеленой площадки. Мы тоже презентовали этот проект сегодня на нашем стенде. Это на КМЦ в Красноярском крае, поэтому тоже передовые решения у нас есть. Что собственно говоря у нас какие направления работы с молодежью и мы проводим и как мы это осуществляем. Прежде всего что нужно для того чтобы были молодые специалисты, для того чтобы привлечь и удержать. Это возможность профессионального роста у нас реализуется программа по увеличению повышения квалификации в рамках профессии. Это как и отраслевые программы, там приглашаются различные эксперты и тренеры, в том числе международные. Складные корпоративные рабочие группы по функциям у нас введены. Потом в направлении социальной защиты, здоровья и досуга в большей степени на наших дочерних предприятиях организуются различные спортивные и культурные мероприятия. Мы реализуем профессиональные программы, жилищные программы, наши предприятия помогают поддерживать, помогают содержанию детей в детском саду. И наши стратегии это повышение эффективности всех этих процессов, то есть обучение, участие и руководство проектами развития производственной системы Росатома, мы привлекаем для этого молодежь и в основном можно отметить, что именно молодые специалисты наиболее воспринимают новую систему, наиболее в нее включаются и им дается себя произвести. Также различные корпусы, которые мы и в рамках производственной системы Росатома проводим, и в рамках других направлений и работ. И инновационность это научно-технические конференции, у нас есть план, который проходит на каждый год, где молодые сотрудники могут выставить свое мнение, которое будет услышано по различным направлениям работы, могут обменяться своим мнением, и соответственно у нас хорошие площадки для того, чтобы развивать какие-то направления работы. И конкурсы опять же на лучшую разработку. Мы поскольку компания международная, мы работаем не только с нашими российскими студентами, не только сотрудничаем с МИФИ и с вузами регионов. У нас также есть программа по странам присутствия, например, у нас программа по Украине, где у нас проходит конкурс научно-технических работ среди студентов трех вузов украинских, и которые посетят наше предприятие в конце года. Также у нас аналогичная программа реализуется с Болгарией, и мы планируем нашу молодежь как-то больше интегрировать в этот мировой работе, чтобы они тоже могли для себя что-то участвовать. Мы активно взаимодействуем с вузами, в том числе вот это мероприятие, одно из наших направлений молодежной политики. В 2010 году наработан топливную компанию принято более 140 выпускников. В 2011 году в целевой программе обучения начнут подготовку вузов пересекать интуриентов. В 2011 году более 500 студентов пройдут практику на предприятие топливной компании ТВО, и многих людей будет возможность остаться на предприятии. Какие возможные направления деятельности вузов? Кто нам собственно говоря нужен? Здесь на этом сайте изображено это с левой стороны не все конечно вузы. С правой стороны специалисты ученые, физики, химики, конструкторы, специалисты по безопасности, инженеры технологии, экономисты, управленцы. Тоже неисчерпывающий список, но я думаю, что здесь можно себя найти. Вот здесь примеры такого профессионального роста, который возможен для науки производства и поддерживающих процессов. в принципе, если интересно, то подробно можно будет посмотреть. То есть для каждого направления, когда специалист приходит, он понимает, как он может двигаться дальше. Профессиональные развития. Вот хотел бы остановиться на школе лидерства. Это у нас проект, который реализуется совместно со Сколково, где выбираются лидеры, которые помогают, которые формируют команды для того, чтобы двигать науку, двигать какие-то разработки, двигать и повышать эффективность процесса. У нас уже прошли обучения с Сколково по этому направлению. Также мы активно привлекаем тренеров здесь. Потом можно для сотрудников, которые приходят из не профильных вузов, но очень интересные и нужные для компании у нас возможно пройти курсы, получить что называется базовое издание про атомную энергетику, чтобы быть одноценным членом команды и работать в компании. И также как раз специалист помогает в рамках функциональной специализации он имеет возможность повышать свою модификацию. Также у нас веден институт внутренних тренеров, это члены коллектива, которые помогают молодым специалистам, которые приходят на работу максимально адаптироваться к работе в той или иной компании, дают свои знания, обучают каким-то процессом, чтобы процесс обучения строился максимально эффективные люди, молодые специалисты, которые попадают в компанию, становились неодноценными членами. Вот здесь конкретно у нас привели несколько примеров, как у нас достаточно быстро двигались специалисты новосибирского завода, новосибирского центрофеха СПБ, Чебесского лекарнического завода, вот и в карьерный рост, как бы подбегались например инженера-технолога, директора производства, или там начальник лаборатории, генеральный директор центрофеха СПБ. Я уже говорил про то, что проводятся научные проекты, конференции, конкурсы, в которых молодежь активно занимает участие, и на каждом из наших предприятий есть молодежные советы, которые участвуют в очень социальной и культурной жизни каждого предприятия. Мы планируем централизовать эту деятельность и создать молодежную советную топливную компанию и в июле этого года провести первое такое собрание, где молодежный совет топливной компании, который участвовал в жизни предприятия, помогал более активно продвигать общество, более активно продвигать реформы и внедрение новых технологий, а также принимал активное участие в жизни города присутствия. Потому что вы знаете, большинство наших предприятий находятся в закрытых городах, и очень важно, и предприятие оказывает большое влияние на жизнь этого города. Если молодежные советы будут делать жизнь в этом городе лучше какими-нибудь социально-культурными проектами, это улучшит и жизнь сотрудников, повысит качество жизни в городе, соответственно, поможет высокий удержать молодых специалистов, которые должны жить комфортно. У нас уже проводятся какие-то проекты, есть показанные примеры. В принципе, все. В рамках дискуссии я и мою коллегу ответил на все вопросы, которые будут вас интересовать. Продолжение следует...